В годы той Великой Войны миллионы человек проявили отвагу и героизм, пали в тяжелых боях с жестоким врагом. Многие прошли весь ужас войны и вернулись победителями. Среди них были те, про которых можно сказать... Один из них – Сагадат Нурмагамбетов. Сагадат Кожахметович родился 25 мая 1924 года. В 1942 году в 18 лет был призван в Красную Армию и направлен в военное училище в городе Кушка. После окончания училища в апреле 1943 года направлен на фронт. За время войны прошел должности от командира пулеметного взвода до командира стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши. 27 февраля 1945 года за прорыв сильно укрепленной обороны фашистов в Польше, проявленные при этом отвагу и героизм, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 14 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбетова, действуя на главном направлении, прорвал оборону фашистов и занял пять линий траншей. Развил успех и, завязав уличные бои, за три часа овладел северо-восточной окраиной города Гузов. Батальоном было уничтожено 200 гитлеровцев, 18 огневых точек, ликвидировано 8 опорных пунктов и захвачено в плен 69 солдат и офицеров противника. В дальнейшем батальон майора Нурмагамбетова отразил все контратаки немцев и наступал дальше. А уже 24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбетова, сломив упорное сопротивление противника, ворвался в город Берлин и участвовал в штурме здания Рейхсканцелярии Гитлера. Батальон уничтожил сотни гитлеровцев, ликвидировал 9 опорных пунктов и захватил в плен 1560 солдат противника. В этом бою майор Нурмагамбетов был ранен. В апреле 1945 года майор Нурмагамбетов был второй раз представлен к званию Героя Советского Союза, но был награжден Орденом Красного Знамени. После победы батальон Нурмагамбетова выполнял задачи по охране важных объектов государственной значимости. В 1949 году Сагадат Кожахметович окончил военную академию имени Фрунзе и проходил службу на различных должностях от командира мотострелкового полка до первого заместителя командующего Южной группы войск в Венгрии. В 1964 году Сагадату Кожахметовичу было присвоено воинское звание генерал-майор, а в 1972 году генерал-лейтенант. В октябре 1991 года указом президента Республики Казахстан назначен председателем Государственного комитета обороны, а в мае 1992 года министром обороны Республики Казахстан. 23 мая 1994 года указом президента Республики Казахстан генералу армии Сагадату Кожахметовичу было присвоено звание Халык Кохарманы. В ноябре 1995 года Сагадат Кожахметович вышел в отставку и стал советником президента страны. Умер Сагадат Нурмагомбетов 24 сентября 2013 года. Вот такой был человек. Первый министр обороны, первый Халык Кохарманы, первый генерал армии Республики Казахстан. Всегда и во всем первый. Настоящий человек-легенда. КОНЕЦ